здравствуйте друзья дмитрий кузнецов на связи освежаем из старенького поднимаем с архива слушаем здравствуйте здравствуйте меня зовут александр сергеевич а спирт за судебного отдела компании восток финанс разговор на записи могу слушать кузнецова дмитрия евгеньевича да 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 дмитрий евгеньевич информирую вас о том что мы представляем интересы вашего кредитора на сегодняшний день это хантематийский банк открытия который полномочил компании восток финанс проводить действия по возврату задолженности по вашему кредитному договору мы работаем на основании статьи 1 тысяча 5 гражданского кодекса российской федерации это агентский договор на сегодняшний день сумма вашей задолженности перед вашим кредитором составляет 609 тысяч 750 рублей 8 копеек дмитрий евгений скажите какие действия его намерены предпринять для оплаты этой задолженности на основании агентского договора ты мне должен сообщить о том что я должен кому-то и все на этом слышал да вообще читал сам агент не переходили дмитрий евгеньевич мне похер что ты делаешь там у себя за своим столом а я перешел с тобой на ты более того банк я жива не удоведомлял у полномочены проводить действия ну проводи ну проводи где-то там их проводят какие действия вы намерены предпринимать для оплаты свои почему я должен тебе ты мне сообщил да свою задачу выполнил все даже не выполняете условия кредитного я не буду тебе отчеты давай зачем мне это нужно это моя личная жизнь ты мне вторгаешься зачем ваш кредитор требует чтобы начали вносить оплаты в ближайшем ну все спасибо за это не твое собачье дело дмитрий евгеньевич вы намерены вести корректный конструктивный диалог с тобой нет с банком да информирую вас если от вас ближайшее время поступать оплаты по вашему договору ваш кредитор может применять по отношению к вам штрафные санкции по 330 статья гражданство кодекса российских это применяет людей будем дальше разговаривать будет только увеличиваться при перерасчете штрафные санкции могут сосудят не менее 20 процентов годовых но это суде попробовать с тобой 303 303 тоже никто не отменял и чё чё там написано 330 тебе зачем это значит тебе от этого будет легче что ли я сказал суде буду с вами представительные где это написано номер доверенности число когда тебя доверенность была выдана умник работаем по агентскому договора хорошо номер агентского договора когда он вступил в силу и где бумаги у меня от банка они от твоих слов ты разговариваешь юриста подробная деятельность банки от рэйки ну так и все и соси значит 35 дней вас просроченная задолженность ну и чё теперь откуда ты взял эту информацию дебил ты ее украл только столько вас просроченная задолженность а ты ее спиздил где-то эту информацию понял да как я тебя воспринимаю дмитрий евгеньевич я попросил бы вас выражаться корректно а я тебе отказываю выражаться с тобой корректно и что теперь а как мошенниками с преступниками я только так и буду общаться о каком мошенничестве дмитрий евгеньевич вы говорите ты скажи мне взял информацию обо мне я извинюсь перед тобой если ты мне докажешь что ты имеешь право чего ты молчишь где бумаги от банка а зачем мне это нужно мне завтра позвонит еще один дебил письменно вам по адресу вашей регистрации ну скажи мне умник а ну-ка адрес моей регистрации скажи я тогда извинюсь если ты мне сейчас правильно скажешь адрес моей регистрации это информация вашего кредитора и он вас так ты же сказал что тебе все дали что ты там выдумаешь на ходу что значит все дали у тебя есть информация регистрация вас санкт-петербург да и дальше я просто я да да ладно а почему вы меня оскорбляйте потому что ты сейчас не знакомому человеку разгласил информацию разговора утвердили что вы являетесь дмитрием да значит кто угодно может это сказать слова да я сказал слово да что ты слышишь а кто ее вылил эту информацию александр сергеевич александр сергеевич вылил эту информацию спросив кузнецов дмитрий евгеньевич это ему сказали просто слово да и почему ты вылил во первых эта информация неверная некорректная вы дмитрий евгеньевич вы сказали да да и чё теперь чё так никто не а где попытка идентифицировать меня как личность где она дмитрий евгеньевич вы сейчас отвлекаетесь от темы чего ты взял что это дмитрий евгеньевич я сейчас не оттену я от твоей вообще компетентности сейчас хочу отвлечься и подсказать тебе что ты несешь такую фургу чего ты взял что это дмитрий евгеньевич с тобой разговаривает потому как вы представили с дмитрием евгеньевичем я этого не говорил говорил ты спросил я сказал просто слово да я не говорил этого запись разговора также у меня ведет оплаты будут поступать от вас ты сейчас с кем разговариваешь выясни для начала с вами дмитрий евгеньевич я не дмитрий евгеньевич а зачем вы запись разговора а зачем ты звонишь не разобравшись выкладываешь информацию о отношениях с банком какого то человека о проживании значит дмитрий евгеньевич с тобой рядом дмитрий евгеньевич сидит ваш кредитор требует чтобы вносили оплаты у меня нет никаких кредиторов я ни у кого ничего не знал и зовут меня не дмитрий евгеньевич а зовут меня это вы уже начинаете это вы уже начинаете меня вводить в заблуждение тебя вводить в заблуждение вообще элементарно дмитрий евгеньевич ты не на своем месте если вы и дальше будете выполнять все их обязательства ваш кредитер может передать информацию у вас бюро кредитных историй о том что вы являетесь и что и что дальше и что теперь которая будет храниться на протяжении десяти лет я скажу как юрист который представляет дмитрий евгеньевича кредитную историю защищает в течение трех дней понял доказав предъявив хотя бы один одну запись от такого телефонного разговора что банк ущемил права человека предоставленные ему конституцией ты понимаешь да дорогой никто дмитрий евгеньевич вас не ущемляет это вы не выполняете в односторонном порядке да вот это дело десятое я их не выполняю просто договор нет поэтому давайте выполнять условия своего кредитного договора как того требуется почему если договор противоречит действующему законодательству дмитрий евгеньевич вы когда оформляли кредит вы были согласны на условия любой не обязательно кредитный может быть расторгнут в период действия в любое время Одна из сторон Верните деньги Это не тебе решать, придурок Это судья будет решать Возвращать Дмитрию Евгеньевичу деньги или нет Хватит уже Хватит меня уже оскорблять Почему ты заслужил, ты работу такую выбрал Ты людей до чего доводишь Ты знаешь сколько клиентов приходят Лизах Выполняли свои Да ты заинтересован скотина Чтобы получить копеечку и все Понял Да я передам ему Но ты имей ввиду придурок Что ты сливаешь информацию Третьим лицам Я вас проинформировал Дмитрий Евгеньевич Я передам эту информацию Дмитрию Евгеньевичу Не беспокойся Он под защитой очень серьезного адвоката Понял Тебе не кашляй Ну вот так друзья По большому счету ничего не изменилось Ну по говору вы поняли Что это с Украины звонок Вот единственное что изменилось Это я так понимаю Не звонять теперь из-за пределов Российской Федерации Хотя почему-то я думаю Что это все временно Нанять колл-центр за границей Проводить кастинг Принимать на работу людей Без определенных вот этих особенностей речевых По-моему это легко и просто Там дешевле Там доступнее эти все услуги И они наверняка предлагают до сих пор Сейчас тоже невозможно проконтролировать По большому счету нет таких возможностей Мне кажется ни у кого Да и кто этим будет заниматься Что я хочу всем этим сказать Да на самом деле Хочу ответить нам вопросы Которые часто задают в комментариях Приводят какие-то статьи Просят меня прокомментировать эти статьи Вконтакте в группе мне пишут Дмитрий а как вы относитесь к тому К этому К пятому К десятому Вот есть статья Вот есть закон Почему Ребята запомните Банки Коллекторы Они плевать хотели на закон Они плевать хотели на людей Им главное получить свою прибыль Они понимают Что из ста человек В лучшем случае Один предпримет какие-нибудь решительные действия Такие как там заявление в прокуратуру С указанием конкретных пунктов Которые нарушают его права Помните я всегда говорил Принцип права в нашей стране Носит заявительный характер Но заявлять это не значит Размасывать там сопли В кабинете в каком-то Либо стучать кулаками по столам И так далее Либо верещать и еще Знаете на лавочке это обсуждать Нет Заявлять нужно правильно Грамотно Указывая четко Конкретно на те пункты закона Которые по вашему мнению Нарушены И в случае отказа Умело апеллировать К этому отказу Умело встречать любые Попытки вас унизить каким-то образом Лишить вас ваших прав Вот что правильно Вот что означает термин Принцип права в нашей стране Носит заявительный характер Многие не то что не умеют Не знают А даже не хотят попробовать Вот наш канал в принципе Рассчитан на то Чтоб таких людей становилось Все меньше и меньше В описании этого ролика И всех других Есть ссылка на наш сайт Там рассказывается В очень поучительной Доступной форме Как устроена работа Кредитных юристов Рассказано с таким вот подходом Чтобы было понятно Любому человеку Не имеющему юридического образования Чтобы вы поняли Как можно все расставить На свои места Как можно вас выдернуть Из этого стада Которая привыкла подчиняться Одному там Или нескольким пастухам И в конце концов Вывести вас на свободные Как говорили На свободные поля Чтобы вы спокойно жили И существовали Не думая о долгах То есть избавить вас От кредитного рабства От кредитной зависимости Посмотрите пожалуйста Это видео И все поймете Поверьте мне Там все действительно доступно Ну так же группа вконтакте Ссылочка пожалуйста Вступайте в группу Все наши ролики Дублируются в этой группе Ну и конечно же Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Репост пожалуйста В соц сетях Чтоб как можно больше людей Узнало О том что на самом деле Происходит с ними А не то как им Преподносят Банкиры Шестерки Банковские И так далее На связи был Кузнецов Дмитрий Спасибо вам за внимание Счастья вам Здоровья И финансового благополучия До свидания До свидания До свидания